всем привет с вами студия стрим то сегодня для вас показывая мастеров the sword кланы встречаются такие коллективы как кадет и канается 20 но комментировать это событие будут для вас мой напарник антон чертики ритики я стану часа за картиночку отвечает дмитрий 55 привет всем рады всех приветствует мастер the sword продолжает как и планировалось без ограничений это третий раунд первый бой ребята сыграют на карте хорост возможно продолжение они же будет но об этом чуть дальше узнаем пробежимся немножко по предыдущим меж планом результатом у нас есть небольшая сводка до прошло два раунда второго лопового и здесь пока что лидирует команда с названием gopro на и цена карте который сейчас находится у нас составляет вторую позицию вторую строчку занимают вот поэтому их догонять нужно всем говорится пока что до кадеты у нас и самом лучшем положении сейчас находится вообще не лучшим поэтому им точно очки не помешали бы так что да будем смотреть и болеть за свои составы дали это уже происходит сейчас игроки будут 3 спеца увер уже вижу дашку на красной базе ботану кэр очень удачно респанулся поэтому будет очень массивная атака от команды от красной команды сейчас вот изи соло будет конечно расстреливать богдану кэр остается буквально на одну рельсу к слову именно изи соло будет отыгрывать на резисте от рельсы и раздамаживал на половину богдана но тот еще все таки может очень даже неплохо зайти в дефе остался только скубидо с ним нужно разобраться персон выдает рельсу и возможно уже будет первый воз от кадетов с противоположной стороны конечно заходит смарт на кай понимает что флаг не в безопасности поэтому едет на свой флагшток но смарт конечно уничтожает этого смоковода и сейчас будет пытаться возить но здесь уже появляется мисс люксембург и также берн далин а тем временем богдану кэр пытается возить но там очень неплохой перехват от изи соло и лайв стила поэтому возможно здесь были даже возврат правда персон подхватывает нужно срочно давать фокус поэтому синему игроку до его сливает и осталось только довести флаг к тому же есть очень неплохой перехват спорт правда слишком далеко находится поэтому я даже сомневаюсь что он успеет доехать для возврата к тому же его еще берн далин dfs и возможно здесь даже будет ответный увоз но непонятно потому что кадеты сейчас все сосредоточены своем дефе и не получится скорее всего синие команды зайти даже несмотря на то что их пятеро в атаке да замечательно сейчас был заход парни из кадетов посмотрим да на одну рельс остается у нас все паренька подхватить и с убеди да опять-таки смоки не хватает и соло здесь у нас борется с хантерами лайфстил ждет свой дроп у него есть нет рану правда богдан его вряд ли так просто отпустят фото не будет хватать немножко дэмэджа потому что накалка и смогли за контролем дебердали на одну есть срыв будем врываться флажок отвозить пытаться да ну спорт пытается отвозить флаг здесь у него есть смарт который встречает сверху уже на кавали пытается перехватить но все-таки его заблокировали на кай решил пойти через другую траекторию но здесь смарт его уничтожает а тем временем спот уже спот уже отвез флаг на свою базу подбирает здесь аптечку неужели это будет все-таки доставка там с другой стороны конечно красные пытается очень массивно зайти чтобы вывести флаг как можно дальше от флагштока но пока что спота никто не мешает очень хорошо все таки синяя команда справилась в дэйфе это будет первая доставка от команды к на это очень хорошо они начали и вот буквально за две с половиной минуты уже мы увидели две доставки для форр для форрест на самом деле это большая редкость обычно здесь все очень долго происходит но ребята не стоят на месте постоянно атакуют и конечно в дэйфе не всегда брать людям неплохо вышло все-таки троп не помог ребятам при первом отвозе а вот спот скажем так на нулях смог отвести флажок у него было единственное это харизма и больше ничего лишь на базе мы подобрали аптечку тем временем довез флажок посмотрим кадет у нас смотрит дроп это 5 с контроля от свой да напоминаем тут не представляет состав у нас за найцев играет спот ясова пир клаус фури клейс да извиняюсь скуби ду ду смарт и лайф стил противник у нас кадеты персен богдан укр бюрдалин мисс люксембург холи мэн и на кай к чему я говорю о том что самокат все-таки у нас тут резистом от рельсы за обе стороны поэтому вот на это надо смотреть внимание да все абсолютно верно прошлый раз у на к не получилось защитить свой флаг там было все-таки два атакера очень вовремя его заблокировали но возможно сейчас у него получится поехать на вражескую базу и здесь навести делов как минимум спота он сможет раздамажить да очень неплохо настреливает smart еще получает одну смоку нужно все-таки ему еще выдать несколько чтобы он остался на одну рельсу да неплохо уезжает от рельсы спота и сейчас на кай по-прежнему живет спот скорее всего аптечку заберет главное чтоб на кай его добил нет не получается а тем временем богдан укр забирает дашку забирает аптечку чтобы не отдать ее противниками вот уже будет врываться на вражескую базу главное чтоб из из соло разобрались здесь быстро потому что богдан боится только этого смоковода он уже заезжает постепенно там скобиду рвется в дэв и конечно же еще респицы изи соло поэтому не факт что богдан здесь сможет уйти у него в напарниках есть холимэн который также попробует ему помочь будет выдавать рельсу по изи соло но для этого нужно все-таки проехать их можно дальше да уничтожает скобиду и у богдана остается буквально очень мало хп изи соло скорее всего добьет да так и происходит но там приезжает персон который подхватывает флаг увозит его на свою базу лайфстил встречается конечно вернет флажок холимэн как всегда тащить пытается мы помнили его парку но вот сейчас не получать нет резиста для него хотя бы другу ему дали бы но оставляет все хантеру богдан здесь будет опять расправа скубиду на страже вот миссис люксембург помню кто не видела и на ней три она спокойненько врывается крыть лаус будет делать вертушку но что-то он выехал слишком опасно я соло пытается разобраться со всеми за всю команду добиваем до 5 маркс эти будет пытаться увозить флаг как всегда из дефина кай но его просто не хватает против двух вражеских игроков поэтому smart также отвезет противоположной стороны тоже есть вражеский флаг его холимэн подхватывает и как всегда мы видим этот легендарный размен на карте форест не знаю сколько он будет продолжаться но иногда они длятся почти целый раунд любом случае до конца соли еще четыре минуты счет ничейный поэтому все может поменяться мисс люксембург будет сливать вражеского вас по и сейчас поедет потихоньку на возврат скубиду особо никто не помогает нам еще и на кай с другой стороны заходит но очень удачный респе все-таки а смарт и изи соло поэтому навряд ли здесь будет возврат но с противоположной стороны вообще нету синих игроков поэтому там тоже возврата конечно же не будет а друг богдан законтролил первым сверху сать аптечку неплохо забрать у нас будет еще до врыв от богдана без нетры а вот холимэн на одну как и лайфстил понятно что здесь очень маловероятен одну бы дать бердали ну к сожалению не получилось лайфстил погибнет у нас здесь хотя делает кое-какие обманки богдану нужно забить пытается вытянуть на себе все понятно здесь от своей свои помогут еще пока что один один главный главный что у нас есть это дроп дроп очень важен здесь мы будет дэш когда еще и броня которую персон из-под носа увел у парней с найцев и она уже близится к смарту маркет у нас напоминаю блайн и вот он тут ой персунта может действительно выстрел и возврат произойдет берн долин осталось этому парню только довести флаг до своего флагштока и будет доставка главное сейчас богдану кэр очень удачно заблокировать противников блокирует он спорта выдает рельсу по фуриклосу и в итоге доставка еще становится 21 до конца остается три минуты пока что было бы неплохо все-таки кадетом задефать ну или хотя бы просто очень агрессивно играть чтобы противники просто не могли нормально заходить на их базу смарт пытается заходить но я думаю персон все-таки уничтожит этого игрока но вот со спотом уже будут проблемы тут возвращается хулимен также накан накай слышит зов своих тиммейтов что нужно помочь и в итоге его уничтожать неужели здесь все-таки будет отвоз всем кадетам нужно срочно смотреть деп еще не поздно и спот все-таки отводит перехвата пока что достойного нет остается только заехать на вражескую базу на вражеский флагштоке и увести ответный флаг до прикос будет все-таки выдвигаться снизу холимэн контролит там респ холимэна сливают будет ответка от кадетов кадета слева ну вот и мощные мощные парни знаете пытаются решить проблемы правда на кай будет на две рельсы это доставит определенное неудобство но смарт попытается дать рельс она есть а холимэн будет сэйвить флаг две минуты у нас есть точнее у парней знает чтобы вернуть флажок и доставить ну либо кадетом и не менее богдан становится на флагшток и он будет держать укреп флажком да еще есть фуриклус который очень интересную позицию занимается его было бы неплохо уничтожить вот берн далин респица и все-таки будет фуриклусу выдавать рельсу а богдан его добивает да сверху летит ддшка скорее всего берн далин ее будет забирать и было бы неплохо еще по настреливать по всем вражеским игрокам холимэн очень удачно заходит забирает вражескую дашку но а смарт свою очередь забирает ддшку на базе противников все-таки берн далин ее не забрал подумал что получится уйти от этой рельсы но нет не вышло теперь смарт большая угроза для красной команды он здесь стоит и будет мисс лексенбург скорее всего уничтожать но нет мисс лексенбург замечательно переигрывает противника еще лайфстила щас будет разбирать сверху так что все в порядке покажется у парней найтсов ну благо я сразу его отправил домой тем не менее 50 секунд коли мэн в минусе как он просто виртуозно пытается отыграть и это еще надо бы надо ельц и у нас богданов конец с март скубиту там есть версия на долить и попытались не получается марк уже на одну и сожжение персон остается жив рельса спалилась на кай на 2 вот это контроль должен сейчас быть и передвигаться парням пора на флагшток на это я имею в виду сейчас рельса отнесова не выйдет но смогу бы дать на край одну богдан опять резкий цель ну спот уже повез на доставку но до конца осталось 10 секунд только скубиди и а еще с марта будет что-то сделать есть прострел на кай берет их мощные парни знаете не вернул флаг в этот раз не получилось форс остался первый раунд за кадет нет мы можем их поздравить действительно хорошую игру показывают на самом деле очень все резко началось потому что оба коллектива сделали успешные атаки увезли по одному флагу ну и потом все-таки а где-то оказались посильнее хотя очень напряженная концовка была потому что кнается прям очень сильно давили наверное если бы не этот респаун на кая все-таки был бы возврат и доставка возможно мы могли бы даже здесь видеть ничью на нет на кай красавчик что в нужный момент респанулся получают техническое поражение в этом раунде из-за не включенного чеки родного из игроков эх вот и судьба развернулась к ним ребята кто играет напоминаю сейчас у нас это под контролем очень важным поэтому включайте чекер не отключайте между раундами лучше это будет так таки счет мы сейчас поменяем на экране вы уже у нас будут листи парни из как раз таки команды найтси кто хочет сказать я уже до этого говорил что на это сейчас одной из лидирующих позиций занимают все благодаря тому что у них состав я бы сказал даже звезды кого мы на карте видели мы видели скобиду который грамма за план eternity в предыдущем сезоне межклановом есть на смарт я уже сказал это у нас блайнд играл он за пингвинов также есть лайфстил который насколько я помню играл за констапы и тоже обладает краской серебро насколько я знаю да тот же есть соло который соло категории и в тандеме тоже показывал нам невероятную игру ну и сам план знаете у нас как бы существует довольно таки давно поэтому опыта они имеют побольше остальных ведь человек всего в плане но тем не менее видим как они играют сплоченным хватает на всех ну смоход играет у нас из соло это пока он найти решил вам рассказать немножко истории потому что план кадеты мужи показываем раз десятый я не знаю как раз очень часто у нас на тримах этот эти парни выбирать хорошо играют очень хорошо часть из них даже в прошлом году получили замечательную краску импульс на в этом году посмотрим нет но пока что к слову у них не так много баллов это конечно только вот начало этого этапа но а пока что что они не очень себя хорошо показали но вот именно в этом матче я их очень буду за них болеть так сказать ну то есть я не предвзят загнается я тоже буду болезнь нет шансов комплименты мы могли смотреть сейчас по первому раунду что и ребята примерно наравне играли хотя вот даже кадеты немножко посильнее оказалось что нет играли сильнее но благодаря своей невнимательности или нехватки рисков товарищей из кадетов а именно холлимэн и персен дважды забрали броню одна из которых ты принесла им второй флаг победный но после этого они потерпели поражение вообще по флажкам они выиграли благодаря тому что персен забрал броню на васпе противника это очень важно было ну да но и внимательность была тоже со стороны кадетов потому что я помню что очень неплохо конец и заходили а в дефе оказался только один на кай и он уже там ничего не смог сделать как-то не успели они просто поехать на свою базу и в итоге потеряли флаг очень по-глупому но что же сейчас уже начинается следующий раунд есть богдану к я который забрал вражескую дэшка очень даже неплохо но полетел на респ ну что начало есть на кай тут уже на кай терроризирует спотом и переграть будет сложно он в любом случае на одну смоку был фрико у нас лежит на все лежит у нас минусе тем временем богдан уже уводит на одной рельс он остается тем не менее лайфстил будет преследовать а на кай забрал аптечку и теперь у нас мака и такая бочина о богдана я рассчитал и он скинул флаг зря новости в любом случае все равно должен возвращать и флаг опять под охрану убеди он у нас дэви ну кадеты посмотрим на них левый заход и да тут будет у нас кто-то а именно ой как холимин пекса вы прострелил не очень удобно было ну вот скубиде заезжает потихоньку на вражескую базу здесь правда нужно богдана в первую очередь разобрать вот фарик лаус залетает на вражескую базу но я думаю все таки дашку на кай не получится здесь отобрать к тому же еще есть изи соло и неужели заберут все таки почему на кай не забрал в последний момент он же видел что там есть изи соло также скубиду возможно надеялся конечно что сзади хули меню целым подхватит но вот почему-то хули меню не поехал не знаю что у них там было в конференции но дэшку дашку не конечно здесь проиграли а изи соло вот при помощи этого дропа сейчас разбирает вражеских игроков еще фури клаус пытается заезжать и конечно него будут проблемы но в любом случае очень неплохо они про атаковали вверх вражеская база так ну что будет у нас левый дроп спот здесь есть фури клаус понимает где дроп есть и миссис люксембург у нас что-то лагает не знаменой крайне точно спорту же с ддшкой поможет своим и будет пытаться заходить понятно что здесь очень неплохо выдает за его вот есть прыжок вниз и все-таки будет пытаться будет пытаться но опять я не люблю центральный проезд она решила из-за не 3 поехать сюда и решила извиняюсь решил перс на сливает понятно и уже богдан вернет помощью блока холи 1 и и слова понятно с этим парнем разберется до забрали здесь без проблем много красных игроков было в дефе ну и сейчас опять же потихонечку красные будут вверх продавливать здесь есть лайфстил который заходит будет занимать какую-то позицию какую-нибудь кемперку чтобы расстреливать вражеских игроков но скубиду тем временем вместе с изи соло пытались зажимать прожимать одну сторону но холи мэн и все-таки с богданом разобрали и теперь можно даже заходить на вражескую базу возить флаг холи мэн есть но тут же изи соло его уже замечает скобиду с респа будет уничтожать этого игрока поэтому нет не получилось зайти а спать тем временем помог в дефе еще и заберет верхнюю дашку но не очень удачно потому что очень много хп он потерял также бюро вален ему выдал рельсу то чуть чуть минут там у них кинули персон один лайфстил лайфстил в курс ой неплохо неплохо но первым может обыграть хорошая четко рельса ну нет смартин ли мне пытаться отвести персоны надеюсь они в курсе что там да есть персона сливают на кай сзади ну и сейчас мы видим что на кай очень мощно сейчас отыгрывает проблемы испытывают но я соло должен заслевить перехват нас мата дёрдалин сверху надо перекрывать пути отхода тем не менее богдан может дэшку забрать и делать проблему парням да с кобеду кстати будет вести флаг но там сверху есть богдан дэшни который очень может неплохо попасть но что-то не туда все полетело не знаю что только что произошло возможно это у меня но есть доставка первого флага и неплохо в общем есть персон который будет пытаться отвозить вражеский флаг да будет холли мэн пока что у нас небольшие тут потери у обоих составов тем не менее у нас на карте появляется холмс холмс на карте он тоже на хандре играет как исход кадеты пока что в минус одного игрока вот у нас появляется на карте игрок ником балаклава и пока что небольшие замены проходим на карте тем не менее на эти пока ведут 10 парням из кадетов нужно два флага притащить вообще-то чтобы сравняться хотя бы в одну очко фрикос у нас неплохо попытается отвести но 2 хорнета явно его фрикоса уничтожили spot пытается заходить на дашка но очень мало хп остается скорее всего его разобьют а вот еще есть изи соло который также на дашка но хп у него будет побольше промазал по флагу большая ошибка на к его еще догоняет хп с каждой секундой становится все меньше и в итоге его уничтожает происходит возврат смарт сейчас стоит сверху но лишь сейчас решил повернуться сторону вражеского флагштока выдал рельсу панакаю а вот с противоположной стороны будет заход от холли мэна разворачивается хорошо сливает с кубедой и сейчас будет заходить на остается буквально на одну рельсу сомневаюсь что получится у него все-таки нормально зайти на вражеский флаг еще и богдан вновь забирает вражескую дэшку я уже даже не знаю как который раз но его скорее всего разберут очень мало хп у него остается вот изи соло добивает одной смокой и еще не получается у изи соло сбить персону но зато сбивает холли мэну да не менее атака из трех игроков была разбита бюрдалин у нас один из соло все-таки был реально передали бы удалить но богдан пытается танкануть персом там есть слева и ответочку тоже увозит у нас знаете пока пока дать далеко далеко не уехали парни из кадетов прострела сыпется просто как дождь у нас но персон какой-то я не знаю в плаще невидимки очень много рельс мимо него пролетело и он на не 3 уже прилетел к себе на флагшток разменный а смарт попытается на харизме вернуть богдан его тут же оставил позади бюрдалин вастил да хули мэн и персон будут пытаться заходить на вражескую базу возможно даже лейв стила попробует прострелить но вот хули мэн поехал все-таки на смоковода выдал рельсу поэзи соло персон свою очередь на фориклуса выдал тоже ему одну рельсу и сейчас я вижу дашку на синей базе если смарт не сможет ее отжать каким-то образом то ее заберет скорее всего какой-нибудь хантер вот под богдана она уже падает но на кай забирает решил что ему ее забрать будет лучше также взял аптечку и теперь будут пытаться заходить еще и спот дашь на который будет заходить на вражескую базу но здесь встретил на кай поэтому скорее всего он уже не выживет на кай остается пол хп можно ехать на базу противников возможно даже какой-то здесь возврат будет потому что втроем они заходят не так много хп осталось но тем не менее может быть что-то и получится лайфстил не в самой лучшей ситуации остается он буквально одну рельсу зисола респица и на кай скорее всего зерпи роста добьет да замечательно хорошо дефали сейчас красные да да прострел не вышел но и он пока что не дает это зажать его в углу добивает смарт неплохо богдан сзади богдан и 2 харька на левом фронте полагала тем временем на одну без резиста он слишком тонкий для этих ухельс но тем не менее там помогает я думаю что без проблем со скубидью справится хорошая кельца на выдержку этим не попал на кай 1 соло ох неплохо ему сбивает прям траекторию на кай 1 остается ну и карте и соло удаливает его парня богдан сидит смарт очень жестко ждет но прострелы сыпется потому что слева в тыла у нас кадеты закрылись холли менно не требует вам парни двум парням из кадетов конечно всегда хочется быть на нетрах это их кредо им больше ничего для части не надо им этого хватает всегда марта придется помочь знака им иначе лайфстил может оказаться неудобной ситуации не менее опять у нас ворвались эти парни они опять на нетрах то хули мэн заходит также бёрн дали сверху еще есть богдан решил все-таки вернуться задашка и возможно будет даже возвратах скобиду правда будет рваться подхватывать флаг до бёрн дальна уничтожают есть и богдан который на дашке своей заходит уничтожает просто изи соло и тут очень многоX их игроков их просто слишком много поэтому богдана уничтожает но ничего страшного потому что есть ещё дашь носмака 85 а также холимэн сперсоном machine которая постепенно заходят на спота который держит engage и возможно даже будет возврат но постоянно происходит респы красных игроков поэтому все-таки мне кажется что Кто-то мне подсказывает, что возврата здесь уже не будет. Да, так и происходит. Берн Даллин, я думаю, ничего не сможет сделать. Там Балаклава выдвигался на флажок. Фурик Клаус у нас был единственный в атаке, кто пытался отогнать его донзад. Но остальные парни, конечно, там бодались со спотом. Очень сложная размена на Форесте, но, тем не менее, они заканчиваются победой все-таки коллектива Найты. В этом раунде точно, безоговорочно они смогли сделать это. Даже без учета каких-то побочных эффектов. Будем мы констатировать, что 3 очка забирают эти парни. Ну, решение судей пока не имеет и других не было. Да, впереди нас следующая карта ожидает. Точно не Форст, так полагаю, да? Поэтому сейчас узнаем, что это за карта будет. Да, ну сейчас узнаем, я думаю. Конечно, Пинайцам все-таки повезло в первом раунде, что у одного игрока из команды Кадеты отключился чекер и в итоге получили они техническое поражение. Поэтому сейчас в матче счет 2-0 в пользу Кнайцева. Это очень хорошо. Так что посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, какая будет карта еще. Это тоже может многое значить. Что будем ждать? Ну, слушай, там, конечно, было интересно наблюдать за ними, вообще, как они играли. И по большей части они сыграли неплохо. Да, эти составы. Они сыграли очень уверенно. Найцы против Кадетов, ну, скажем честно, Найцы усилились, конечно, после трансферов. Очень хочется посмотреть, как дальше у них будет игра. Потому что вот как они сыграли против Этернити, тоже дает о себе как бы знать. Сейчас они играли тоже против... В общем-то, они сыграли против тех ребят, которые считают, там, не знаю, в чате у нас или на форуме, фаворитами, это вот были у нас Этернити, были Кадеты вот сегодня и Пингвины. Кадеты не играют, но вот первую карту они уже забрали, то есть три очка есть. Вот, GoPro у нас тоже сейчас считаются, как бы, в лидирующих позициях. Но, тем не менее, против двух кланов и третьего сейчас они играют, и они, скажем так, очень... Против них очень достойную игру показывают. Да. Да, там, касательно чекера, в чате писали, ну, ребята, что сказать, чекер работает, как нам говорили, даже сейчас, если у вас пропадает на несколько секунд интернет, он теперь не станет выключаться автоматически, он продолжит свою работу после того, как у вас интернет включится. Насколько я знаю. Он сейчас более доработан. Да, это было обновление, одно из последних, после которого вы даже с предыдущей версии не сможете пользоваться, а без чекера вы играть, собственно, не можете. Поэтому у вас в любом случае сейчас находится последняя версия, если вы играете в киберспорт. Именно так, и никак иначе. Вторая карта у нас Кунгур. Вот, сани мы уже тут, и ждем, пока ребята стартанут. Да, так вот, если все-таки команда получила техническое поражение по этой причине, то и вина исключительно игроков, потому что они, значит, не включили, значит, не досмотрели этот момент, так что не нужно обвинять во всем сути, нет. Сейчас такого уже не бывает. Все, в любом случае, скоро уже будет перезаход. У них там есть буквально пару минут, чтобы его сделать. Посмотрим, какие будут изменения. По-моему, кстати, Балаклаву я видел во втором раунде. Ну да, она тоже награла. Миссис заменили, и вот она сыграла с этими великолепными ребятами. Так, ну хорошо. Я вижу вот на Каинах Хантеры, к слову, интересно. В предыдущем раунде он именно на Смаке отыгрывал. Да не будет он на Хантере играть. Это какая-то подстава, мне кажется. Ну я вот тоже так думаю. Хотя вот он из Резист переодел, и Хантера взял настроен. Видимо, парень серьезный, но сомневаюсь. Обычно он у нас с Маке отыгрывает, поэтому жем его именно на этой пушке. Напоминаю, ребята, можете написать в чатике, за кого вы болеете, будет интересно, потому что игра действительно ну достаточно равная. Не сказать, что кто-то прям особенно выделяется, поэтому интрига здесь все-таки сохраняется. Вплоть до второй карты перезаход уже есть. Вы пишите, а мы будем уже потихоньку начинать показывать для вас третий раунд. Да, также не забывайте, да, не забывайте, у нас серия мод турниров проходит, и сегодня мы ожидаем посмотреть мод соло, гранд финал. Сегодня последний бой соло, поэтому приходите в 9 часов, ориентировочно мы будем начинать показывать для вас бой. бой. Играют у нас два парня, они уже встречались в финале, вы их должны были знать, запомните, это игрок Браво и игрок Файл 104. Вот, сегодня не сыграют свой финальный бой, и узнаете вы, и как и мы, и все, и они тоже, кто из них лучшая рельса вот в соло режиме. Да, перезаход уже произошел, игроки заходят, все-таки интересно, что же выберет Накай, надеюсь, он все-таки останется на смеке, но это узнать мы уже сможем чуть попозже, а вот он заходит, и пока что видим его все-таки на Хантере, интересненько, интересненько, видим форматива на Харнете, также, мой Богдан, как и был на Хантере, так и остался, Изи Соло тоже особо ничего не поменял, остался на смоке, но я думаю, он теперь будет без резиста от рельсы, потому что это Конгур, тут играется уже немножко по-другому, карта более большая, поэтому на смоку резиста от рельсы, я думаю, нет смысла ставить, они это тоже понимают. Слушай, ты видел, у нас кадеты взяли техническую паузу, и 5 минут у нас тишины, тишины на карте, возможно, они быстрее справятся, не менее, у них есть 5 минут, и это означает, что мы будем ждать, ждать этих парней, вы будете с нами, будьте с нами, карта Конгур, и все, что в чате, мы с вами обсудим. Даша нам пишет, Таня Антонна, димашки, спасибо, Дашка, Дашка, спасибо. Да, все верно, спасибо, так спасибо, ну ладно, посмотрим, может быть, действительно изменения, буду что-то готовить, ребята, глобальное для нас, у тебя секретиков нету, может ты расскажешь нам, какие заготовки у кадетов могут быть, я не общаюсь, прости, Антон, как ты нам сказал, ты болеешь за кадетов, я думаю, все, как с нами пошли, да, обвиняют меня, какую-то информацию, думаете, нам расскажешь. А вы знали, что Антон закнается в балет, он мне перед трансляцией сказал, слышали? Нет, он ливан, он ливав, это, конечно, ребята из Пенгина, что тут уже поделать, ничего не объяснить, необъяснимо, ну, не всех хорошие времена, вот у кадетов первая карта не задавались, сейчас кунгурчик сыграют, в любом случае будет у нас какой-нибудь хантер, и еще один хантер, через два хантер, надеюсь, будут играть, ну, вообще есть варианты с резистом от рельсы на легкий корпус, ну, я уж давновато не припоминаю этого на кунгуре. Ну, к слову, я помню, вудс на прошлом отсе ставили вообще резист на хорнет от рельсы, это было интересно, если я, опять же, ничего не напутал, но, по-моему, такое было, и очень неплохо эта тактика заходила, а напоминаю, что в кадетах, в кадетах половина игроков вудсов, так что, возможно, будут даже какие-то заготовочки интересные, вопрос только, кто будет играть на хорнете тогда, если на него ставят резист, кажется, на хорнете вижу вот только форматива, а Берн Даллин вообще на смоке находится, посмотрим, как он себя на этой пушке проявит, в общем-то, интересно, что они покажут, так, нет, ребята, после окончания второго раунда ключика не будет, и после окончания третьего тоже, ключик будет только в самом конце трансляции, когда уже все это событие закончится, посредственно перед розыгрышем самим. Ну вот, пока у нас есть такие вот свободные пару минуток, можете писать свои вопросы, постараемся на них ответить. Так, так, так. Ну все-таки интересно посмотреть на накаривание на смоке. Неожиданно, очень неожиданно, Антон. Сколько платит диктору, нам говорят? Диктор сколько платит? Я не знаю, какого диктору что-то платит. Я не диктор, как и Саша. В общем, поэтому там не платит. Если что. Да, мы вот просто комбинатор общественных началах. Мимо шли, да зашли. Да. Спешит, стрим залагал? Нет, не может быть такого, наверное. Ну, у нас просто, может, оператор отошел в одну картинку, видите? Ну, скорее всего, что он уже вернулся, и вы видите полный экран. Завис. А, говорят, завис. Ну, сейчас оператор вернется, и все, кажется, вернет на круги свои. Время у нас остается пару секунд до рестарта. Вернется бой. Когда не любил эти технические паузы, да, понятно, что ребятам нужно, но ждать тоже хочется. Вот посмотреть, конечно, как сыграют они и побыстрее, а получается так, что приходит сжать. Ну, у каждого свои моменты есть. Кому-то нужно перезагрузить компьютер, кому-то что-то обсудить тактическое, вот, и тому подобное. И в итоге выходишь, что вот, немножко времени. Сейчас ты пять минут, Разве было немножко больше. Ну, давно. Да, Салават, привет. И перезаходит уже только что произошел. А неужели все-таки именно так все будет обстоять у кадетов? Хорошо, посмотрим на это. Будут пытаться контролировать свой дроп. Накай уже поехал на разлом, здесь будет смотреть на затяжку, хотя решил проехать ее и смотреть за дропом в городе, потому что было бы неплохо противнику ее разбить. этим он, и занимается. Да, у нас кадет играет за синюю сторону, красная сторона будет ждать на этом в первом раунде на Кунгури. Опять-таки, дроп почти разбитый, но форматив там под нетрон уже стоит, означает, что на каус будет счастье в виде двойных коробок. Главное, забрать нетрон. Ждут ее долго, они забирают и вот сейчас только подбор есть. броня у них в углу далеко. 40 секунд, 40 секунд дроп на сутки уже забран. Был парнями, знаете, их базы. Это означает, что, да, броню оставляет до последнего. до лета осталось буквально 20 секунд, наконец-то, Дашка полетела у красных, Берндалин уже готовы ее контролить. Ами, Слюксембург законтролила аптечку. Да, слушай, она на карте появляется, неужели будет играть? И Балаклава у нас не будет, сейчас увидим. 16 секунд до конца, видим, что не покидает пока карту, значит, попробует сыграть все-таки. Я так понял, Балаклава просто был на замене, и он зашел, потому что Мисс Люксембург лагала. Там ей даже об этом писали, она обновилась, но, видимо, не помогло. Сейчас вот вновь она на карте, смотрим, что будет делать. Дилеты уже произошли, видим мы фулл-дроп на крыше, посмотрим, кто его заберет, Хулимен уже пытается туда проезжать, также есть Персон, который поехал, ну, а Дашку все-таки заберет на крыше Холмс. Получает он много рельс, остается почти на полхп, было бы неплохо все-таки Хулимену дать хороший фокус по этому игроку и Богдану, но Богдан просто не замещает, еще и отправляется на респ, и будет уже первый заход откнается, возможно, даже неплохой. Не-не, разобрали их на разломе контроля, здесь ДДшная падка, падает у нас ДДшка, а вот Холмс забирает у нас соточку, посмотрите, как элегантно он аптечку забрал и в минус ложится, есть шансы с повставанием изминутся, на двери лиц остается, по-моему, или на две, но мне кажется, на две все-таки, нет, на одну, повезло, иначе броня отъехала бы домой и парням бы пришлось чалиться, при немении у спота непростая ситуация, сейчас на карте, ему нетру долгой надо забирать, а вот на кай уже бронерный будет полетать, и он, кстати, играет на хантере, помнишь, о чем мы с тобой говорили? Да, как раз таки на хантере, посмотрим, как себя покажет, но вот уже есть ДА, что попробует спота заблокировать, но у него нет ни три, поэтому я думаю, спот здесь проедет его, но очень мало хп остается, Берн Далин себя тоже хорошо на смоке чувствует, выдает правильные смоки, и в итоге просто добивает этого ДАшного хантера, тот не смог нормально зайти, и было бы неплохо отфокусить Смарт, так и происходит, нужно теперь ДАшку на разломе забирать, пока это не сделал Холмс, Холмс не забирает, его, скорее всего, разберут сейчас, и Холли Мэн на этой же ДАшке будет пытаться ехать на вражескую базу, выбирает путь через карман, но там уже его встречает Смарт и Изи Соло, Изи Соло сразу же отправляется на респ, и Холли Мэна также добивают, есть еще Берн Далин, очень неплохую позицию он занимает, а Богдану Кэр тем временем через центральный мост на тяжелом двойном дропе заезжает на вражескую базу, по нему, правда, очень много рельс летят, поэтому сомневаюсь, что получится уйти, но неплохая попытка. Да, танкует спот, ооо, это мне не нравится, тут как бы что-то не так, вот что-то не так, да, будет у нас еще врыв, Персон, кстати, броню отжимает, слово вражескую, да, и это означает, что они минус одну ДАшку теряют, Холли Мэн, вообще смотрим, что творят парни на легких корпусах из кадетов, они забирают дроп у нас, главной на карте, это не может не огорчать нас, потому что на карте есть у нас тренинг корпуса, это у нас Накай, Накай и Богдан, которым нужны эти три броня, вот он забирает уже Богдан на фабрике свой дропчик, и будет врываться, ну, спот его блокирует, ДДшка, и это означает, что никуда не деться, Богдан придется прощаться. Да, но очень мало ХП остается, а это значит только то, что он не сможет нормально зайти, да, Лайфстил его просто уничтожает, даже не успел он покинуть фабрику, ну, и сейчас Накай забирает тяжелый, вернее, легкий двойной дроп, будет пытаться ехать через МОЗ, но Холмс тоже забрал двойной дроп, у него ХП намного больше, чем у Накая, по крайней мере, было, пока тут не забрал аптечку, и теперь тот врывается на базу, Накай решил вернуться, чтобы отдефать свой флаг, также мы видим здесь Берн Даллина, который неплохо уходит от рельсы Холмса, и Холмс пытается уходить, тут Накай уже понимает, куда нужно ехать, куда Холмс пытается уйти, попытался его заблокировать, но Холмс намного раньше ушел на респ, и в итоге здесь, конечно же, кадеты защитили свой флаг. Да, Лексимбург с броней, Лексимбург с броней, Холмс опять-таки с двойными, надо подкрепить слева, вот здесь будет, на краю еще рельсу выдают, Люксембург сверху будет тем временем пытаться биться, к сожалению, у нас маленький заход, и Богдан там еще по диагоналке выдают рельсы, Холмс будет пытаться заходить на... У него очень мало хп, просто Люксембург набивает. Ну, Накай даст одну рельсу, и это конечное. Будет пытается Холмс обманка сыграть, но все-таки долго-долго, долго это происходит. Ну вот, Спот также будет пытаться заходить в Фруклос, Холмс, все не заходят, но в Дэфе опять же есть Берн Даллен и Накай. Не знаю, что все эти красные игроки смогут сделать против этих Дэферов, но пока что Накай еще неплохо забирает Дэшку, не знаю, как у него получилось, просто как-то проник между двух Хантеров, и у него вышло забрать Сей Дроп. Ну и, конечно, Холмс Санс будет сейчас Дэфать свою базу. Спот не сможет, скорее всего, его уничтожить, потому что хп очень мало остается. А тем временем, с другой стороны, Богдан будет заходить на вражескую базу. Здесь пока что есть только Лайфстил и Холмс, который будет выдавать рельсу, но Богдан все-таки как минимум под мост сможет отвезти, правда, Дашка садится, это очень неприятно для него, и Холли Мэн уже спешит навстречу. Правда, очень далеко находится, поэтому Лайфстил все-таки уничтожает данного игрока и возвращает свой флаг. Да, на кай там билет, да, и он, конечно, уже опять возвращается в Дэф. Парень, который зацикли на Дэфе, зачем ты брал Хантер, если в Дэфе стоишь все время? Все время в Дэф возвращает этот попчик, будет у нас, конечно, опять двойной дроп, его нужно забирать парням из не кадетов, и сейчас бить его ЕСО не произошло, это означает, что у нас на кай опять подбирает дроп, это был вражеский дроп, и он забран, как и Бердалин, в общем, все бронки сейчас на карте отлетают у нас парням из кадетов, это неприятно, но тем не менее, шансы с ответом, ой, на кай обнаружил аптечку, аптечку в кустах, это означает, что брая вражеская может засевить себя, Бердалин, тем более, на броне тоже, это самокан с броней, на кай с ддшкой, ЕСО придется разбирать там самому, терпит он сколько может, и сливать все-таки вопросик, Богдан, до Богдана приезда нужно вернуть флаг, в общем, как-то очень странно получилось, но по сути кадеты, почти весь дроп на карте забрали, но вот как-то все это у них получилось сделать не вместе, и вот Богдан поехал на тяжелых двойных коробках, возможно сейчас получится увезти, но если бы тогда все-таки предыдущий хантер, то есть на кай увез бы флаг под него, то был бы у вас уже однозначно, а здесь у Богдана остается очень мало хп, конечно возможно он дадет до аптечки, но изи сала еще может попасть, решил он другую траекторию выбрать, еще и хомсанс и сверху, просто кипят у парней из кадетов, очень много дроп, они просто весело забрали, парни из кадетов все забрали на карте, хоми на одну, пытается засейвить бердали, ну тут да, ставочку я бы организовал парням можно это делать, на ошибках учатся и доставка будет. Да, доставка происходит, счет становится 1 в пользу кадетов, ну конечно столько дропа мы от них видели, они просто не имели права здесь не доставить флаг, так что они доставили вообще красавцы, теперь еще Богдан на узком будет блокировать хомса, я думаю тот все-таки не сможет нормально зайти, очень много времени и здоровья он потерял, поэтому нет, остается лишь спот, но в дефе много игроков, они понимают, что осталось 3 минуты, им нужно внимательно смотреть за своим дефом и конечно же не получится уйти, а вот у Накая действительно есть шанс, правда Дашка заканчивает сверху еще Форюклос пытался его уничтожать и есть речь от Богдана, который прыгает с моста, его при этом не бросают даже в минус, осталось только подхватить флаги, довести его до своей базы, но там фокус просто огромный, изи соло еще сливает, да, есть возврат, но в любом случае кадеты пока что побеждают. да, твоз у нас там вышел, очень количество дропа, которые тогда забрали у нас кадеты, огорчает просто, вне внимательность найцев, они забрали все и во время увоза забирали по пути еще пачки дропа, то есть там ддшик и брони было столько на карте, что не доставить был бы грех и просто, я не знаю, показывал его руку с немножко игры, потому что так сыграть невозможно было без доставки, есть у нас опять-таки найцы с стандартными двойными коробками, холмс, даже без нитры играют парни, этого хочется посмотреть на это, идеально, богдан там ловит, ддшки пытается, фрукс не забирает, спот заблокирован, ддшка опять остается богдану, проб конечно размазывают по всей карте, они и да, ддшку кстати, вот которая стоит на флагштоке у красных, я бы сказал, ее не собирают, найцы, они оставляют подарок, по-моему, противнику постоянно, вот, кто-то вас был, то хантер, и вот сейчас дроп в городе и скорее всего опять отойдет парням из кадетов. В общем, да, хомсанс забрал вражескую дашку, зашили они неплохо на вражескую опять же базу и сейчас кадеты полностью контролируют всю ситуацию на карте, но очевидно, что здесь это все закончится их победой, если конечно не свершится какое-то чудо, но при таких обстоятельствах я даже не знаю, что должно произойти со стороны кнайцев, чтобы они увезли этот флаг, чтобы хотя бы сравнять счет, но они вот пытаются, сейчас будет очередная атака, спот даже заберет дашку на разломе, есть еще смарт на двойном дропе, но опять же кадеты все поехали в деф, будут просто блокировать этих игроков, если только смарт зайдет, возможно что-то получится, но в дефе есть накай, который стреляет по нему, не попадает и будет блокировать смарт, поэтому до конца 18 секунд накай плотно стоит на своем флагштоке и здесь уже можем поздравить кадетам, действительно хорошо отыграли, но я даже не знаю, сколько они дропы за контролем за весь раунд, очень много и свой противников, с этим у них точно проблем не было. Поздравляем. Да. 1-0, дроп защита, доставка есть. Тем не менее, кадеты получают первую свою очку. На сраунде впереди вторая карта, вторая карта, то есть второй раунд на карте Кунгур, видно, похватились. Ну, действительно, стоило бы возить, я уже сказал, трянуться не буду, дропа было очень много, флаг был увезен. До этого была равная игра и после увоза тоже продолжилось. То есть в один момент они собрали просто дроп. То же самое было и на карте у нас Форест, кадету везли благодаря тому, что забрали вражеский дроп, в один момент от этого все случилось. Вот так и, конечно, перестрелка массовая и она на высоком уровне обеих команд. Да, я согласен. Но кадеты, конечно, поувереннее смотрелись, если честно. Если честно. И на счете это, на самом деле, отразилось конечным. Ты руку на сердце кладешь, когда говоришь, если честно, да? Ну, я думаю, зрители и так все видели. Да, да, да. Да, ну, уже было все сказано. Смотрим, следующая сторона будет синяя и найдется, придется отыгрываться в одну очку, чтобы забрать. Один флаг, на Кунгуле, это вообще много. Обычно эта карта очень долгая, поэтому здесь флажков много обычно не привозят в приемных условиях, поэтому флаг это то, что надо. Мы видели замены, у нас многие за оба состава, в итоге сейчас смотрим, что не возвращается, не возвращается вместе с Люксембург опять на карту, я не знаю, ее прогоняют, она возвращается, надеюсь, что будет играть, и остановилось у меня там все с соединением. Будем в это верить, кадеты как-никак камбэч уже 2-1 по раундам суммарно, если так смотреть. Все, до лета буквально там через 5 секунд, желаем всем командам удачи, сейчас будем начинать. Мне кажется, я не вижу пока что. Торрент Даллен также отыгрывает на смоке, в предыдущем раунде он очень неплохо все-таки стоял в деревне, часто уничтожал вражеских хантеров, поэтому свою роль он, конечно же, выполнял. Раунд начался, сейчас есть лайфстил, который стоит на кемперке, с кубеду, тем временем уже на доашке будет заезжать через разлом на вражеские горы, тут есть персон, но его сразу же уничтожают, и возможно даже будет первый очень даже неплохой заход от синей команды, правда с другой стороны есть Накай, который просто остановит этих всех игроков, Изисола заезжает также на вражескую базу, не получается забрать Дашку, и вот ее будет забирать даже непонятно кто в данный момент, тут есть кубеду, Богдан все-таки заберет, очень много здесь сильных игроков, хорошо они зашли на город, а тем временем Спот будет просто на фуллбропе через центральный мост заходить на вражескую базу, не зная, что здесь спасет, разве что хороший фокус, и он пока что есть, смоковод очень вовремя появился, поэтому Спот будет конечно же страдать, но полхп имеется, можно уходить. Да, флажок пытаются вывести, моментальный слив, шоу-бот у нас тут же находится внизу, ЕСО с макой пуловой просто там стоит, но его всячески пытаются развернуть, надо как-то ЕСО вниз уже спускаться, чтобы окончательно помогать своим парням, перс нужно гасить, это происходит, множество рельс, скубеди на одну, бюрдалин нужно гасануть, есть слив, и Хоми последняя надежда, флаг уже на фабрике и дроп опять пытается отъехать противнику. Один спускается в деревню, нужно подождать кого-то, но ДДшка, Хоми, нет, на Кайсбер ДДшку, на Нитре, нужно срочно ехать, я же, ну будет, ну в общем, на Кайсбер, нужно срочно гасить, парни, ДДшка должна влетать. Ну сколько там просто сквозных рельс было от кадета, сейчас спот подбирает флаг, налетит по нему, смотри, куда я сел, в нем, а не броня под скуби, скуби будет тянуть. Доставка произойдет здесь, Вай не одел, все-таки Хантер, понимает, что это тащить, придется самому, потому что замен куча была. Да. Ну скуби-дуу еще по-прежнему на ДАшке, можно постепенно заходить вражеские горы, тем временем есть неплохой заход на фабрику, есть на Кайна в двойном дропе, но возможно он сразу поедет в атаку, зачем тратить на фабрику двойной дроп, правильно, через деревню он это делает, и можно даже будет подхватывать флага, потому что в Дефе абсолютно никого нет, лишь Изисола пытается каким-то образом настреливать, но не сказать, что особо у него это получается, еще его и уничтожает, даже лайфстил также будет уничтожать Накая, по крайней мере попытается это сделать, очень быстро дроп у него закончился, Персон отъезжает, назад лайфстил добейте, пожалуйста, хотя даже если его не добьют, все равно он особо ничего здесь сделать не сможет, и по-прежнему Накая пытается отвозить. Да, Накая отвозит, перехвата нет, много слишком там врыва идет, спот центральный, Холлиман снизу врывается на Фобер Клаус, вертушки летят, ну доставка будет. Отставка была, будет у нас еще, кстати, заход от Персона, Персон тут сверху хороший, лайфстил прием применяет, и 1-1 счет на карте, Накая уже собирает дроп, Бердалин, тут у нас будет и Богдан, Богдан, Богданчик тут у нас есть, и Яссова пытается разобраться с Холлиманом, с Богданом за зон, по Холлиману рельса пошла, аптечку сверху нужно забирать в любом случае, Богдан слишком долго ждет, что будет получать рельсу, первая пошла, с Кубиду, этот парень у нас будет сыграть сейчас на броне, но опять-таки в дефис, скорее всего, потому что атака планируется, Бердалин тут уже со смокой. Да, расправляется на Этсену Персон, надеюсь, кто-то видел в тылах, если нет, то придет сейчас работать по нему, он ждет, это не очень приятный заход, который всегда контролить сложно. Да, но проблема в том, что у него нет нитры, которые там, по-моему, даже не лежит и он буквально на одну рельсу, поэтому нужно прям выждать нужный момент, нитратом все-таки лежала, подбирает он ее, лайфстил пока что не замечает, приостановился немножко и вот, можно подхватывать флаг рельса под лайфстил и сбивает ему, выстрел и теперь пытается на узкий отвозить выстрел, да, предупредительный, теперь под Богдан он отвез очень хорошо, просто он отыграл, даже несмотря на то, что был на одну рельсу, дождался того самого момента и сейчас увез флаг под Богдана, который везет его. Шоу Бот отправил дроп и Холли Мэн забрал его весь, Кубиду остался просто голый, вместо того, чтобы забирать дроп, мы увидели этот момент, но Богдан еще под растерянным уверенностью может потерять флаг, одну смаку надо было дать, не сумел я соло выправить у нас эту ситуацию, 2-1 и вот уже пол раунда, флажки заметно прибавились копилки кадетов. Да, спорт тем временем забирает фул дроп через мост центральный, он будет пытаться ехать на вражескую базу, там его встречает Хоум Санс, также есть Богдан, который однозначно заблокирует этого игрока, главное правильно встать, да, пытается подрезать, но нет, не до конца, спорт все-таки подхватывает флаг, но очень мало хп, у него осталось огромный, просто фокус прилетает, да, шоу-бот подхватывает флаг, но падает в минус, да, у вас здесь однозначно уже не будет, от синей команды, Накай пытается через русский заехать на вражескую базу, но здесь его контролирует Изисол, захода от этого хантера не будет, Персон также пытается заходить, его уничтожают, Холли Мэн заходит, спот забирает ДАшку, кстати, неплохая рельса была от Холли Мэна до того, как спот взял дроп, и теперь будет заходить в город. Продолжение есть, спот здесь, но он совсем один, а пятеро игроков у нас стоит сзади, обердальная рельса таки от Лайфсила прошла, и он, кстати, не сумел аптечку что-то отыграть, собрать. Богдан, Богдан врывается, есть соло в депе, и у нас есть в городе броня, которую надо будет сейчас собирать. И Богдан сольет, и вот как раз она под него будет сыграна. Шоу-бот один с броней, не менее, но есть. Я не знаю, как это рассыпано, сейчас вот так у нас проходит от Найцев, Боми почему-то забрал дроп, зачем дроп забрал. Ну, сейчас Хом Санс пытался забрать дроп на разломе, но Скобидо очень вовремя подъехал, поэтому все-таки на этих тяжелых двойных коробках он зайдет на вражескую базу. Да, действительно, так и происходит. Он заходит, забирает еще и не Тру, там, но мало хп остается, его добивает. Фури-класс заходит тоже к противникам, но здесь по нему летит фокус, он был практически без дропа, поэтому без проблем его уничтожили. Тем временем Спот забирает ДДшку, также забирает не Тру, не совсем хорошо, не законтролили дроп, я так думаю, но ладно, Скобидо в любом случае будет на двойных, поэтому пытается заходить, забирает аптечку, через карман наверняка он поедет, главное, чтобы его в минус не кинули, да, не кидают, Богдан через кемперку будет приезжать на вражескую базу, там главное, чтобы Лейфстил его не заблокировала, а вот он блокирует, остается на одну рельсу, но и к минимум потянул он время, Лейфстил выполнил то, что должен был, ну и Богдан наверное нормально зайти здесь не сможет, потому что в дефиках не как самоковод, и он не сможет просто его пройти. Да, Богдан, понятно, и домой, заход от шоу-бота, опять-таки, кодек и все вчетвером накинулись на мои снайдсов уже не стоит такой задачи, мне кажется, потому что дропа не так много, Лейфстил уже понимает этот момент и будет до последнего забирать весь дроп, нужно промчаться, ну это такой Андрил вариант, его скорее всего там заберут, заберут, выдержка от Лейфстила, Персон там может дать рельсу на упреждение и просто-напросто кинуть в минус Лейфстила, но нет, на Харизм пытается парня еще добиваться, Лейфстил вниз, не смеет сбрыгнуть, внизу парень, флаг вниз отвез, Персон до сих пор живой, просто какой же он игрок, молодец, тогда на центре Форик Клаус у нас под аптечкой, неплохо, на фабрике уже флаг, минута 10, это надо сейчас просто по кемпам проехать быстро, флаг доставить и второй тащить, что-то невероятное, но тем не менее красивая игра показывает, там сейчас знаете, его сыграют, но пятеро игроков рываются, они оставили просто свой флэшшток, и смотрите, Скубидул Лейфстил у нас в городе, флаг есть, Фор Клаус, ну, что же они, все ждем, а вот в подбой сейчас уже второй вез, и мы довезли, в общем, да, не знаю, как-то они прям были намерены победить здесь, если сосредоточились на следующем флаге, и забыли вообще, что еще не доставили первый, поэтому до конца 30 секунд нормальных заходов у них нет, поэтому здесь, конечно, ходит, и скорее всего, тоже победят, и счет будет становиться 2-2, ну, до конца, конечно, 20 секунд, но я не вижу никакой угрозы для флага кадетов, я думаю, они уже здесь победили, к тому же, заходят вообще полностью на вражескую базу, удивительно, даже повыходили некоторые игроки синих, в общем, да, поздравляем кадетов, да, карта забрана, 3 очка все-таки смогли забрать с этого боя у нас кадеты, молодцы парни, не надо унывать, нужно вперед идти, еще весь турнир впереди, ключ на экране, давайте быстро для вас разыграем, я думаю, что он уже был до этого выкинут, поэтому сейчас начнется розыгрыш,